МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. В студии для вас работает Виктория Кривда. Здравствуйте. Межрегиональное сотрудничество. Делегация Гомельской области посетила Приморский край. Полесье зовет. Восьмой раз гостеприимная земля Лясковичей собрала всех любителей белорусских традиций. Медовый спас. Православные верующие освещали мед и воду. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие полчаса. Делегация Гомельской области во главе с председателем облсполкома Иваном Крупко совершила деловую поездку в Приморский край Российской Федерации. В интересах нашего региона развитие не только экономических, но и социокультурных связей в образовании, науке, культуре, спорте и туризме. Подробности в сюжете. Соглашение о сотрудничестве регионов председателю облсполкома Иван Крупко и губернатор Приморского края Олег Кожемяка подписали в мае текущего года в дне Гомельской области на ВДНХ в Москве. Официальный визит в Дальневосточный регион России подчеркнул серьезность намерений развивать торгово-экономические отношения. Как обозначил Иван Крупко, прочные связи налажены, но нам есть куда двигаться. Резервы для наращивания сотрудничества по всем направлениям остаются. Гомельщина заинтересована в более тесных контактах в сфере машиностроения, химической промышленности, деревообработки. Мы обсудили все направления, не только экономику, не только наш товарооборот, но и развитие в социальной и гуманитарной сфере. Задели тему воспитания подрастающего поколения, нашей молодежи. Я думаю, мы взяли на себя такую обязанность. Вырастутся два серьезных проекта, которые будут проходить один год на Гомельщине, один год здесь, в Приморском крае, в Владивостоке. В рамках визита в Приморский край делегация Гомельской области посетила ряд ключевых предприятий Дальневосточного региона. Одно из них – крупнейшая рыбодобывающая компания. Она занимает лидирующие позиции в России и мире по добыче ментая. Иван Крупко подчеркнул заинтересованность нашего региона в расширении сотрудничества. Еще одним предметом интересов гомельщин стало предприятие, которое занимается производством высокотехнологичных кормовых добавок. Продукции импортозамещающие – это белки, премиксы, витамины, антибиотики, аминокислоты. Компания также активно занимается исследованиями в области биотехнологии, генетики. Инновационные технологии направлены на обеспечение продовольственной безопасности в зоне особого интереса АПК Гомельской области. Экскурсию по судостроительному комплексу «Звезда» провел его генеральный директор Сергей Целуйко. Гигантский промышленный кластер производит морскую технику и оборудование. В линейке крупномонтажные суда, газовозы, танкеры класса «Афромакс», морские буровые, разведочные и добычные платформы. Другие суда, в том числе ледового класса. В сотрудничестве с гомельским регионом заинтересована и фабрика мороженого во Владивостоке. Предприятие расширяет фирменную розничную сеть и нуждается в сырье для мороженого. Это именно то, что могут предложить белорусские партнеры. Владивостокцы подчеркнули, что крайне заинтересованы в качественной молочной продукции от производителей гомельщины. В ходе визита стороны достигли договоренности о поставках молока и мяса, металлопродукции, обмене туристами и совместных спортивных турнирах. Подписан план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024-2025 годы. Для нас очень важна продукция химического комбината по поставке удобрений, металлургической по поставке и арматуры, и листа, и стального прута. Комбайны «Полесье» начинают сотрудничать с нами по созданию совместного предприятия по производству мебели. Но комбайны «Полесье» – это одна из известнейших марок не только у нас в стране. Уже в сентябре дальневосточные партнеры примут участие в международном экономическом форуме в «Полесье». Анна Кодылова, Виктория Кривда, Новости недели. «Полесье зовет» – восьмой раз гостеприимная земля Алясковичей собрала всех любителей белорусских традиций. Международный фестиваль «Зов Полесье» стал проводником в мир обрядов и праздников нашего народа. О самых сокровенных уголках души Полешука – сюжет Татьяны Пемененковой. Жизнь людей – круговорот событий. От рождения до самого последнего дня и издавна наши предки. Сопровождали себя невообразимым количеством обрядов и поверий. И именно на фестивале «Зов Полесье» каждый может дотронуться и ощутить на себе весь их колорит. «Мы тоже представляем восемь регионов Полесье, которые также привезли сюда туристические продукты, конкретные туристические продукты, которые могут забрать с собой наши посетители, наши гости. Не просто как забрать, посмотреть буклетик, продегустировать непосредственно продукты тех объектов, которые возможно посетить в рамках туризма, ну и почувствовать себя частью Полесья, частью, так сказать, нашей души огромной, гостеприимной». Восьмой по счету и, как всегда, притягательный. «Зов Полесье» объединил более 40 тысяч человек, для которых «Белорусское» – это проэтнокультурные традиции, мудрость и любовь к родному. Благодаря фестивалю о бережном сохранении наследия предков и эмоциональном колорите белорусского Полесья известны далеко за пределами нашей страны. Это та самая отличительная черта, которой по праву можно гордиться. В день фестиваля самые теплые слова прозвучали и от имени главы государства. «Его мероприемства проходят с неизменным поспехом и одрозниваются глубокой эмоциональностью. Упэлнены, что сёлетнее свято будет ярким и незабылным. Подороджихарам и гостям белорусского Полесья немало новых уражений и тековых сустрэч. Жадаю усил выдатного настроя, неучеренного натхтения и мощного здоровья. Александр Лукашенко, 17-го рождения 2024 года». Полешукам удалось сохранить главное – традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение. Виталий Калаур и его команда приехали из Толинского района. Всю эту колоритную свиту видно издалека. Даже в плюс 30 артисты переоделись в животных и смогли продемонстрировать обряд конники в лучшем его виде. «Обряд пошёл из города Давыд-Городка. Это очень старый, старинный обряд. Люди наряжаются в костюмы. Обязательный атрибут – это вот этот, который у меня есть – это конник. Мы хотели представить и показать наследие своё, свои традиции, традиции своих предков. И хотели бы, чтобы люди, ну, наше поколение, которое остаётся, чтобы они поддерживали». Жарко в тот день было не только на улице. Градус повышали и вкуснейшее блюдо, которое, говорят, можно попробовать только на Полесье. «Расскажите, какие они полезские лакомства на вкус?» «Мы сейчас изготавливаем колбаски изысканные, вкусовые качества отменные. Качество продукции мы гарантируем на 100%. У нас ещё колбасу делаем в пиве». «Шашлык на Полесье такой же, как у остальных или чем-то всё-таки особенный?» «Конечно, отличается, потому что мы делаем всё с любовью и с душой». Четыре района Брестской области и восемь районов Гомельской. Лясковичи собрали всех полешуков страны. Тут и плетение, и гончарство, и, конечно, мёд. Янтарный, душистый – в нём все ароматы Полесье. «Наш мёд в основном разнотравье, он качественный. Проходит всевозможные испытания с выдачей протоколов исследования. Поэтому мы за качество своего мёда отвечаем». Каждый район – особенная история. Тут уже кто на что способен. Главное – креативный подход ко всему. Например, Житковицкий район предлагал оставить пожелания, но для этого нужно было постараться приручить огромный карандаш. А после этого не грех и в пляс пуститься. Танцевали до упада и в который раз убеждали, что наша сила в традициях и единстве. Не словом, а делом наш народ вновь и вновь доказывает, что мы, белорусы, любим свою историю и сберегаем свой культурный код. «Особенность в том, что мы ценим нашу культуру, наши традиции. И здесь, на этом фестивале, показываем, как мы её передаём из поколения в поколение. Как ценим наши традиции, ценим нашу аутентичность, сохраняя и передавая культурный код. Особенность этого фестиваля ещё в том, что он расположен здесь, на Полесье. Здесь уникальная природа». Эмоциональный день стремительно сменил вечер, но полишуки явно знают толк в качественном отдыхе. Прямо на закате разразились нешуточные бои рыцарей, которые заставили знатно попотеть от переживаний зрителей. А когда небо и вовсе затянуло темнотой, начался концерт и безудержное веселье. Тут уже традиции вперемешку с современностью. Только на Зове Полесье можно было услышать хиты, покорившие сердца миллионов, переведенные на белорусский язык. И по эмоциям было видно, что царицами себя ощутили многие. И вот именно ради таких эмоций нужно жить, творить и строить светлое будущее, а любви к своим корням и истории. Благодарности за наследие. Полесьская сказка именно об этом, о древних славянских ценностях. Очень круто. Мы не первый раз приезжаем. То, что творят. Эти люди вообще просто супер. Прекрасное лазершов, прекрасные каверы, прекрасные концерты. И все вообще супер. Нам все очень понравилось. Я уже здесь второй год приезжаю каждый раз. Очень круто. Прямо эта атмосфера, это очень круто. Я тут не первый раз. Каждый за Полесье, это каждые новые эмоции, новые впечатления, новая программа. Это очень круто. Всем советую сюда приехать. Красочный фейерверк, песни и танцы в глубине Полесье будут продолжаться до рассвета. Многие уже успели и желание загадать. И оно одно, встретиться через два года на гостеприимной лязковической земле. И также искренне друг другу улыбаться. Татьяна Пемененкова, Сергей Колодзей. Новости недели. Вы смотрите новости недели на Беларусь-4 Гомель. И мы говорим о главных событиях, уходящих с 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. От идеи до нового производства. На уходящей неделе министр экономики Юрий Чеботарь посетил Гомельскую область. В центре внимания предприятия Кармянского и Жлобинского районов. А точнее развитие инициативы «Один район, один проект». Кармальон – завод, который уверенно развивается и расширяет свою материально-техническую базу. Здесь реализуется проект по монтажу двух поточных линий. Цель – удвоить производство льняного волокна. Жлобинский район также имеет огромный потенциал, чего стоит флагман металлургической отрасли БМЗ. Помимо предприятий, делающих себе имя на мировом уровне, есть также возможности для стартапов. Главное, как отметил министр, – это инициатива и целеустремленность. В Гомельской области началась уборка кукурузы на силос. Планируется собрать 3,5 миллиона тонн. Для хранения кукурузу помещают в силосные траншеи. Консерванты в него добавляют еще на этапе сбора урожая. При трамбовке строго следят за влажностью и температурой. Специалисты по кармам проверяют каждую новую партию на влажность. Силос занимает 70% рациона животного. Заготовка кукурузы для аграриев только началась. Упрощены правила продажи древесины физическим лицам. Соответствующий указ президент подписал на текущей неделе. Раньше население могло приобрести древесину по цене предприятия-производителя только в лесхозах страны. Теперь к списку продаж на льготных условиях добавились и организации системы управления делами президента. Например, национальные парки. Спрос на деловую древесину и раньше был высоким. Только в Гомельской области в прошлом году граждане купили более 15,5 тысяч кубометров древесины. Рентабельность такого сырья не может превышать 5%. Сейчас она составляет 70-100 рублей за куб. Цена зависит от диаметра кругляка и фактически в 2-3 раза дешевле, чем на белорусской товарной бирже. Новый указ действительно разгрузил чек на жилищное строительство. Это простой и эффективный способ сделать жилье более доступным. Восстановление после урагана в Гомельской области идет полным ходом. Первыми справились энергетики региона. В начале недели к сети подключили последние поврежденные стихии участок. Тем временем работы по ликвидации последствий урагана не прекращаются. Поручено ускорить темпы восстановительных работ в агропромышленном комплексе. На данный момент отремонтировано около 60% объектов. Участвуют более 200 команд. Ускоренными темпами ведутся также работы по восстановлению лесного фонда. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на этой неделе работали в своих округах. Член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Оксана Ковалькова встретилась с избирателями в Мозре. Многодетная мама пришла к Оксане Ковальковой на личный прием с просьбой разобраться с жилищным вопросом. Решение было найдено. Так же, как, например, в ситуации с расписанием общественного транспорта в городе. Сейчас по городу курсирует шесть новых автобусов современным оборудованием для комфортного передвижения пассажиров. Улучшилось и качество услуг для людей с ограниченными возможностями. Обязательным пунктом в программе депутатской работы в округе является участие в совещании по вопросам ликвидации последствий урагана. В Каменской школе стихия разрушила часть крыши, вырвала с корнем многовековые деревья. Первым, кому обратились за помощью, стала народный депутат Оксана Ковалькова. Заместитель председателя Гумельского облсполкома Дмитрий Олейников с рабочей поездкой посетил Рогачевский район. Охрана труда, работа по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, гибели детей – это внешних причин. Эти и другие вопросы подробно обсудили на одном из заседаний в районном исполнительном комитете. Одним из главных вопросов социальной сферы Рогачевского района является повышение качества образования. Особый упор будет сделан на учащихся пятых-девятых классов, чтобы после завершения базового образования качество полученных знаний было выше. Ещё одна важная тема, обсуждавшаяся на встрече – предотвращение человеческих жертв при пожарах. За семь месяцев текущего года в Рогачевском районе произошло 25 пожаров. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число погибших удвоилось. Основная причина гибели людей – личное пренебрежение пожарной безопасностью и алкогольное опьянение. По словам Дмитрия Олейникова, в Рогачевском районе серьёзных проблем нет. Но есть нюансы, которые мешают району вернуться на лидирующие позиции. В начале недели в Лоеве начал работать военно-патриотический оздоровительный лагерь «Патриот». Он принял 40 подростков. Юные бойцы погрузились в реальную работу правоохранительных органов. Параллельно посещают различные места Лоевщины. Программа действительно насыщенная. Занятия по военной подготовке, экскурсию в пограничную комендатуру, силовые структуры и музеи. Пребывание в «Патриоте» круглосуточное. За 11 лет существования военно-патриотического лагеря у десятков подростков сформировалось чувство долгой ответственности, понимание и готовность преодолевать трудности. И это главная цель «Патриота». В Гомеле прошёл масштабный спортивный фестиваль «Вызов чемпиона». Он собрал более 350 юношей и девушек со всех регионов области. В программе мероприятия были предусмотрены командные игры и индивидуальные соревнования. Поддержать ребят на фестивале приехали заслуженные мастера спорта Игорь Макаров и Дарина Пикулева. По словам организаторов, «Вызов чемпиона» направлен на поддержку подростков, находящихся в социально опасной ситуации. В Гомельской области прошёл 47-й открытый личный командный чемпионат «Свода по спасательному многоборью». Два дня напряжённой борьбы и более 60 участников. Гомельская спасательная станция Западного района стала лучшей в своей области. Спасатели из «Ветки» заняли второе место. Замкнула тройку лидеров команда «Светлогорска». Спасатели, ставшие лидерами в личном зачёте, войдут в сборную Гомельской области и примут участие в чемпионате республики. Напоминаем, что в прошлом году наши спасатели стали лучшими в стране. В связи с трагическими событиями в Курской области, в Гомеле организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Десятки неравнодушных людей приносят на пункт сбора всё, что можно. Первая машина с гуманитарным грузом уже отправилась в Россию. И это только начало. Поток желающих помочь не прекращается. Подключаются все – и люди, и организации. Один из мясокомбинатов региона выделил около 350 килограммов мясных консервов. Гуманитарную помощь можно привозить в областной офис фонда «Талая». Он расположен в Доме профсоюза в Гомеле. Следующая партия помощи будет отправлена в РФ ориентировочно в начале сентября. Вода, огонь и сильный ветер в этом году стали причинами ряда несчастных случаев. Оперативная обстановка с пожарами и гибелью людей от них в Гомельской области остаётся сложной. С начала года зарегистрировано 606 пожаров, на которых погибли 48 человек. Не обошлось и без несчастья на воде. 43 – утонувших. Пострадали люди и от разбушевавшейся стихии. В Гомельском облсполкоме субъекты профилактики обсудили проблему гибели людей от внешних причин, а также комплекс мер, чтобы несчастные случаи предотвратить. Что же тому виной – халатность, обеспеченность или просто неудача? Узнала Ирина Дробышевская. Подробности в сюжете. С этим парнем на самом деле всё в порядке. Реанимация учебная. Летом освод работает в усиленном режиме. Совместно с волонтёрами Красного Креста профилактические операции на пляжах не останавливаются. Правильно оказанная первая помощь не только плюс в карму спасателю, но и минус в списке несчастной статистики. А она в этом году, надо признать, стала хуже. По Гомельской области цифры такие. 43 утонувших, что по сравнению с прошлым годом больше аж на 26%. В начале лета, к примеру, в Жлобине утонули подростки. Четверо друзей решили искупаться. Вот только на берег вернулись не все. Один парень нырнул с понтона, начал тонуть. Второй бросился с берега ему на помощь и тоже начал тонуть. Причина подобных случаев на поверхности. Вот она, предупреждающая табличка. Сколько раз их игнорируют, и каждый думает, что ему повезет. Но большая глубина, непредсказуемое дно и отсутствие оборудованного пляжа в Фортуне не товарищ. В этих местах водолазы должны чистить дно. Там много посторонних предметов. Но так как чистка здесь не производится, и места запрещенные для купания, поэтому может все, что угодно случиться. Самое главное, это к родителям, уделить огромное, просто колоссальное внимание к тому, где находятся ваши дети, вне дома. Пожарами в этом году обстановка в области не менее накаленная. С начала года зарегистрировано 606 пожаров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жертвами огня стали 48 человек. Причины гибели людей от внешних причин обсудили на заседании в облсполкоме. Мы видим, да, то есть статистика упрямая вещь, да, то есть количество пожаров растет, и вопросы остаются. Поэтому в своих докладах представитель горосполкомов прошу доложить о результатах проведенных разбирательств, а также какие меры приняты к исправлению ситуации. Рост пожаров зарегистрирован на территории 11 районов области, в том числе и в Гомеле. И в 90% случаев причиной тому стал алкоголь. Для исправления сложившейся ситуации, негативной, к сожалению, еще раз обращаемся к населению о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Это касаемо и поведения на водных объектах, в жилищном фонде, ну и в целом правильных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Печальным следствием чьих-то, видимо, неправильных действий стали две жертвы в Мозере. Несчастный случай произошел 13 августа рядом с этой пятиэтажкой. Во время ремонта кровли вместе с люлькой автовышки упали двое рабочих. Одного из них спасти не удалось. Второй оказался в больнице. Причины произошедшего сейчас выясняют следователи. А этот ураганный ветер уже облетел все интернет-пространство. Стихия похитила жизнь 13-летнего подростка. Случай произошел в летнем лагере под Речицей. Сильный ветер 14 июля многих застал врасплох. Ребенка же смертельно придавило деревом. Молниеносно изменилась погода. В секунду отключилось электричество. Ливень просто стеной стоял. Самое главное для нас это была безопасность. Досчитаться, досмотреться, посмотреть, все ли собраны. У каждой трагедии свои причины. Халатность, беспечность и алкоголь. Субъекты профилактики не устают предупреждать. Но всегда есть те, кто правила безопасности будет нарушать. Искать же виноватых можно долго, если, конечно, не искать его в самом себе. Ирина Дробышевская, Сергей Жиленко. Новости недели. Крестный ход. Освящение меда и воды. 14 августа Православная Церковь отмечала праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник называют «Медовый Спас». Также в этот день вспоминают семь ветхозаветных братьев-мучеников Маковеев. В селе Селец Будокошелевского района есть святой источник, освященный в честь и память этих святых. Как прошли торжества, узнали наши корреспонденты. К этой купели не зарастает народная тропа ни зимой, ни летом. Температура воды в источнике всего 4 градуса. Но никого из прихожан это не останавливает. Окунуться в так называемое место силы приходят и взрослые, и дети. Приезжают местные жители соседних деревень и паломники издалека. Гомерчанка Юлия приехала сюда год назад и поняла, что ее снова потянуло в это святое место. Мне очень понравилось, потому что здесь я окунулась первый раз в прошлом году. И когда вышла, такое было ощущение, что я мало там побыла. И потом ощущение такой вот какой-то легкости и как будто возрождения какого-то. С Божьей помощью окунаемся, все хорошо. Здесь вода считается святая. Батюшка освещает и можно окунаться. Собираем воду и пьем мы с этого источника целебного. Все помогает, все, слава Богу. В этот праздник даже вот эта вода как-то даже и не ощущается, что она холодная. Святой источник находится в селе Селец Будокошлевского района. Он был освящен в честь и память святых мучеников Маковеев. И поэтому здесь 14 августа верующие отмечают престольный праздник. Торжества здесь традиционно начинаются с крестного хода. Затем следует праздничный молебен и освящение меда и воды. Сегодня Православная Церковь торжественно вспоминает память святых мучеников Маковеев, живших еще в 166 году до нашей эры. А также сегодня совместно мы чтим память праздник изнесения честных древ креста Господня. Мученики Маковеевские – это семья, это семь братьев. Мать их Соломания, а также их 90-летний учитель Ильязар. Известны из Писания также, что эти святые угодники Божии приняли мученическую кончину за свою верность Богу. Праздник в народе называют Маковеев в честь мучеников, а в честь всемилостивого спаса – просто медовый спас. Традиционно в этот день освящается мед, ведь издавна этот продукт считается одним из основных и целебных продуктов питания в рационе. Самый эффективный способ купить хороший мед – найти семейного пчеловода. Вы можете прийти к нему на пасеку и понаблюдать за процессом производства меда, посмотреть на состояние ульев и на то, как люди относятся к пчелам. У Натальи из Желобина в хозяйстве более 10 миллионов пчел. Сегодня я вам покажу наш демонстративный улей, который вмещает в себя 20 тысяч пчел. Каждая пчелка собирает всего лишь одну чайную ложку меда. Вы представляете, и живет пчелка всего лишь 35-45 дней. И вот за свою такую короткую жизнь чайную ложку меда. Но раз в улье 80 тысяч особей, каждая из них по чайной ложке, и мы получаем 20, 50 и даже 100 литров меда. Мед хорошо влияет на пищеварение, умственную деятельность и общее физическое состояние. Все полезно в пчеловодстве свечи, воск, ткань, верхние крышки можно использовать для лечения заболевания десен и зубов. Воск можно даже проглотить. Это природный абсорбент, который поглощает вредные вещества и выводит их из организма. В пыльце и прополисе очень много витаминов и минералов. Прополис – природный антисептик и антибиотик. Полезны при простуде и ангине. Хочу еще рассказать вам про прополис. Прополис – это природный антибиотик, который не вызывает привыкания в организме. Его можно использовать как настойки водяные, спиртовые. А также деткам мы очень часто делаем ингаляции, когда, допустим, начинают урви. Только-только начинается, мы дышим на обычной паровой ингаляции. А когда нет времени на ингаляцию, просто рассасываем и убиваются все микробы именно в горле. Мед не нужно хранить в холодильнике или на солнце. Комнатной температуры вполне достаточно. Лучше держать его подальше от источников тепла. Также необходимо плотно закрыть крышку, поскольку мед очень сильно впитывает запахи. Анна Кусточева, Ирина Дробышевская, Александр Ченышевич, Сергей Жиленко. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. В студии для вас работала Виктория Кривда. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин